МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале ЖИТСУ. Здравствуйте. В студии Одина Смогулова, сурдоперевод Даурена Абдрасилова. И в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотели, как лучше, получилось, как всегда. Жители Искельдинского района жалуются на новую дорогу. Теперь сельчанам ни зайти во двор, ни выйти. Бронь снята. С 23 августа не нужно бронировать очередь в Центры обслуживания населения. Совет да любовь. 200 семей уберег от распада совет матерей. Новая дорога, проходящая через село Абай из Искельдинского района, кому-то совсем не в радость. Местные жители говорят, что она доставила им ряд неудобств. Кому-то стало проблематично попасть домой, кого-то инженерные просчеты попросту подтапливают талами и дождевыми водами. В ситуации разбирался наш корреспондент. Мне 60 лет. Каждый день мне приходится чуть ли не на четвереньках передвигаться через этот самодельный мост. Там живёт инвалид первой группы. Из-за отсутствия заезда она не может выходить на улицу. Крик души озвучили жители села. По их словам, недавно построенный под дорогой двойной мост ухудшил их положение. Уровень сооружения не позволяет полностью выводить талы и дождевые воды. Скапливаясь, они создают угрозу их жилищам. Весной нас затопило. Вода была везде. Что нам делать, если дом разрушится? Из кого спрашивать? Это не единственная проблема, возникшая после строительства дороги. Высота полотна и близость к жилому массиву лишила жителей заезда во дворы. По словам людей, живущих в непосредственном соседстве, они попросту не могут открыть ворота, чтобы обеспечить проезд грузовым авто для разгрузки угля, строематериалов или других хозяйственных нужд. Нашему соседу пришлось заплатить за чей-то огород, чтобы разгрузить уголь, дрова и сено. Сделайте нам возможность спокойно заходить и выходить на улицу. Приближается осень. Нам нужно уголь разгружать. Сложившуюся ситуацию прокомментировал представитель учреждения Талдокурган Жолдары. По просьбе местных жителей поселка Абай, въезды во дворы, дополнительные въезды в огороды, это тоже учтено. Будем производить работы по въезду во дворы. Работы начались у нас в 2018 году. Завершение идет где-то ноябрь 2021 года. Здесь в данное время осталось благоустройство по поселку Абай, то есть 117-й, 119-й километр, протяженность 2 километра. По проекту улучшения дорожного полотна предусмотрена также замена мостовых переходов и дренажной системы. Местные жители считают, что диаметр проложенных труб не пропускает в полной мере талы и дождевые воды. Вследствие чего в весенне-осенний период вода подтапливает придомовые территории. Раньше при заезде в село справа был глубокий орык, куда стекала вся горная вода. Сейчас поставили очень тонкие трубы. В нее даже ведро воды не влезет. Помимо этого орыки даже не чистили. Мы хотим, чтобы положили большие трубы. По словам подрядчика, все ремонтные работы они выполнили в соответствии с проектно-сметной документацией. Однако, учитывая недовольство жителей, идут навстречу населению. И уже проложенная система водоотвода будет заменена. Сейчас, в данное время, мы меняем их по вашей просьбе на 4 сотки. Лишняя вода не уходит и по причине переноса моста, считают местные жители. Уровень водоотвода получился выше уровня скапливающейся воды. Как следствие, вода занимает все окружающее пространство. Чтобы это сделать, нам придется снять недавно уложенный асфальт. Заменить его снова без экспертного заключения невозможно. В этом есть определенная закономерность. Однако, учитывая жалобы сельчан, мы внесем кое-какие изменения. Я сам лично съездил и осмотрел все. Мы сделаем так, чтобы вода не затапливала дома. Обещания жители услышали. Осталось проверить реакцию на жалобы осенними дождями и, возможно, весенними паводками. И если ситуация повторится, они намерены призвать к конструктивному диалогу руководства области. Жатва. Агрономы делают первые прогнозы на урожай яровых зерновых. Учитывая нынешнее засушливое лето, они не самые радужные. В области 971 тысяча гектаров посевных площадей. Половина из них под зерновыми культурами. Агрария Мескельдинского района предстоит собрать урожай пшеницы с 27 тысяч гектаров. Насколько будут полны закрома, выяснял Рустам Аралбаев. Вырастить урожай – одно дело. Его нужно собрать без потерь. Особенно на фоне низкой урожайности вес имеет каждое зернышко. Посевы на Богоре напрямую связаны с погодными условиями. Однако во многом урожайность зависит от продуктивности семян и применяемых технологий. И, как говорят сами аграрии, от поддержки государства. Субсидии получаем на технику, получаем инвестсубсидии, получаем субсидии на гербициды, на минеральные удобрения получаем. В общем целом, программа, которую государство выделяет нам, мы получаем в полной мере согласно выделенным средствам государства. Благодаря этому зерно все же заполняет закрома. В прошлом году в Ескельдинском районе объем урожая пшеницы составил 20-22 центнера с гектара. В этом году ниже. Тем не менее, по информации администрации района, значительных потерь удалось избежать. Конечно, по сравнению с прошлым годом, погодные условия негативно сказались на урожайности. Однако, мы смогли не допустить значительных потерь. Средняя урожайность по району сейчас составляет 18-19 центнеров с гектара. В целом, по району на этот год было посеяно почти 9500 гектаров пшеницы, более 16 тысяч гектаров ячменя и также другие культуры. Общая площадь посевов зерновых почти 27 тысяч гектаров. Большая часть на сегодняшний день уже собрана. Осталось собрать более 8500. Значительную роль сыграла и новая методология. Современная техника из ведущих стран мира, таких как Германия и США, позволяет значительно сократить потери при уборке урожая, уменьшить процент отходов и упростить процедуру очистки зерен. Ну, во-первых, это долгосрочность службы техники, во-вторых, это оперативность этой техники, качество уборки, естественно. Мы уже отошли от той техники не только, по зерновой мы уже и по другой культуре. Мы уже переходим на, в основном, на новые технологии. На сегодняшний день по району у нас задействовано 95 комбайнов, 29 тракторов и 75 единиц дополнительной техники. Это именно по уборке зерновых. В целом, все работы по уборке урожая мы намерены завершить в конце сентября, в начале октября. Активными темпами проходит не только уборка урожая, но и сенокоз. На сегодняшний день порядка 80% необходимого объема кормов уже собраны. Работа будет продолжена до начала октября. В целом, в заготовке кормовых культур Ескельдинский район преуспел значительно. На сегодняшний день он не только способен обеспечить себя в полном объеме, но и протянуть руку помощи тем, кому повезло меньше. Партия из 5000 тонн соломы практически готова к отгрузке в Мангисталскую область. Рустам Аралбаев, Ержан Дюсин, Телеканал ЖТСУ. Об эпид-ситуации коронавирус продолжает забирать жизни и здоровье казахстанцев. Ежедневно по стране регистрируется 7000 новых случаев заражения. За последние сутки опасный вирус подхватили 7348 человек. 1500 из них – жители Южной столицы. В этих регионах зарегистрирована большая часть зараженных. Поэтому в Алматинской области усиливаются карантинные меры. Только за минувшие сутки в области выявлено 326 случаев КВИ. 74 из них – бессимптомные. А 47 зараженным еще нет 14 лет. Темп прироста за последнюю неделю составляет 1,1%. Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Тадукургане, Балхарском, Ильийском, Карасайском, Каратальском и Толгарском районах. К новостям Республики. От нашествия клещей гибнет скот в Мангистауской области. В этом году сильная засуха настигла Мангистау, из-за чего клещи стали активнее. Они нападают на животных. В основном атакуют худых, истощенных верблюдов и лошадей, потому что такой скот не может им противостоять. А потом инфицируют животное, после чего оно умирает. В селе Буржакты уже пострадало 20 хозяйств. Как уточнили в Управлении ветеринарии области, причина нашествия в том, что скот не выходит в этом году на пастбище. По словам специалистов, клещи часто обещают в песчаных почвах. Но в этом году их больше, из-за содержания животных в одном месте в течение года. Скот все время находится в сараях, а помещения должным образом не подвергаются механической очистке. Перед дезинсекцией обязательно требуется сначала вычистить, ведь в сарай побелить его и провести механическую очистку от навоза и остатков сена. И только потом проводить дезинсекцию. А животных нужно вакцинировать против различных паразитов. Отметим, что в местном бюджете средств на уничтожение паразитов не предусмотрено. Поэтому фермеры должны бороться с этой проблемой самостоятельно. Ржавую воду с песком и илом вынуждены пить сельчане в северо-казахстанской области. У жителей села Архангельское отсутствует центральный водопровод. Чтобы была хоть какая-то вода, люди сами роют колодцы в своих дворах. Вода в них пригодна лишь для полива и бытовых нужд. Но сельчане вынуждены ее пить, так как других источников воды в их населенном пункте нет. У многих сельчан из-за плохой воды возникают проблемы со здоровьем. Ведь песок и ил, которые они неизбежно употребляют вместе с водой из колодцев, оседают в организме. Чиновники о проблеме знают, но ничего поделать не могут. Говорят, что уже давно подготовили проектно-осметную документацию на проведение водопровода. Теперь лишь осталось дождаться финансирования. Вопрос дефицита качественной питьевой воды в регионе стоит уже не первый год. На сегодняшний день лишь 80% всей области имеют централизованное водоснабжение. Решить повсеместно этот вопрос местные власти обещают к 2025 году. 44 тысячи высаженных в 2020 году деревьев погибли в Алматы. Из 280 тысяч саженцев, высаженных в прошлом году, 16% не прижились. Все умершие саженцы будут возмещены подрядчиками. На их место высаживают новые деревья и наблюдают за ними в течение двух лет. Отметим, что в этом году была проведена работа для увеличения уровня приживаемости. К примеру, в городе отошли от посадки саженцев без земли. Теперь саженцы сажают земляным комом. Кроме того, изменили и состав видов деревьев, которые планируется посадить. Этой осенью откажутся от посадки таких требовательных к уходу видов, как липа и катальпа. Сажать будут в основном вяз мелколистные, казахстанские тополя, ясень, каштаны и на холмах плодовые деревья. Весной этого года в городе высадили 64 тысячи деревьев. Осенью планируется посадка еще 300 тысяч деревьев. Начиная с 23 августа во всех казахстанских центрах обслуживания населения отменят обязательное бронирование. При этом вход спецучреждения будет строго по программяшек. То же самое касается и автоционов. Такое заявление было опубликовано на портале правительства для граждан. Предварительный резерв был требованием санврачей, но из-за него цоны не могли обслуживать всех желающих граждан, а бронировать посещение казахстанцам зачастую приходилось за несколько недель вперед. Отныне система выдачи талона в цонах интегрирована с системой АШЭК. При его выдаче будет автоматически проверяться статус посетителя. Зеленый свет загорится лишь для посетителей с безопасным статусом. Соответственно, при выявлении красного статуса гражданину выдадут отказ в распечатке талона. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди. При этом возможность забронировать очередь электронным способом остается в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество. Так он сможет попасть к оператору без долгого ожидания. Во имя будущего советы матерей, действующие при АНК Алматинской области, уже в этом году помогли уберечь от развода около 200 семей. Областной организацией реализуется 9 проектов, направленных на укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения. О том, какая именно работа ведется в регионах, говорилось на прошедшем сегодня областном форуме под названием Ак-Отауга Ак-Бата. На встречу побывала и наша съемочная группа. За столом самые активные председатели региональных советов матерей. Каждый из них есть о чем рассказать. К примеру, в Сарканском районе матерям-медиаторам в этом году удалось сохранить 30 семей. С 2014 года в регионах области ведется активная работа, направленная на профилактику разводов и сохранение семейных ценностей. Советом матерей сегодня реализуется 9 проектов. Это школа отцов, молодая семья, мать-медиатор, а также проект, благословляющий молодые семьи Ак-Отауга Ак-Бата. Особенно успешно он осуществляется в Волокольском районе. В Волокольском районе с 2018 года реализуется проект Ак-Отауга Ак-Бата. Благодаря чему за три года мы сыграли более 100 свадеб в соответствии с национальными традициями. Созданные семьи взяты под патронат наших матерей. Мы помогаем им советам, поддерживаем в кризисных ситуациях. В результате они живут дружно и благополучно. А наша работа стала примером для других. С 2019 года такие проекты реализуются во всех регионах страны. Сегодня в Алматинской области действует 272 совета матерей. В том числе областной, районный, городский и сельский. Данное объединение активно сотрудничает с различными организациями, управлением образованием и ювенальным судом. Ведь забота о детях – вопрос первостепенной важности. И такое сотрудничество дает свои положительные плоды. Допустим, у нас человек привлекается к административной ответственности за, допустим, неисполнение своих родительских обязанностей, сферу того, что он употребляет алкоголем. И направляем этого человека именно в этот совет матерей по месту его проживания. И очень мы слышим, что положительные отзывы женщин становятся на путь исправления. И у них как бы загораются глаза, появляется интерес к жизни. И, конечно, все налаживается, что очень положительно отражается именно на жизни детей. В ходе прошедшего форума намечены планы на будущее и подведены итоги работы. А самые активные председатели Советов матерей награждены денежными премиями за их труд, любовь и заботу о будущих поколениях. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Стартовал прием заявок для участия в премии «Жигер» имени Бесена Куранбека. Об этом объявило Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан. Прием заявок продлится до 22 сентября. Он осуществляется на официальном сайте корпоративного фонда «Медиа Дамы Ту». Основная цель премии – сохранить имя и наследие общественного деятеля Бесена Куранбека. В конкурсе могут принимать участие телепрограммы республиканского и областного значения. В нем будут определены лучшие программы, освещающие социально значимые темы. Награды будут получаться за работы, наиболее полноотражающие принципы Бесена Куранбека в журналистской деятельности. Победители конкурса станут обладателями диплома, памятной статуэтки «Жигер» и денежного вознаграждения. А теперь к новостям мира. НАСА показала новый сверхзвуковой пассажирский самолет. Его сборка длилась два года. Ожидается, что будущий лайнер будет развивать скорость до 1510 км в час и сможет поднимать в небо до 15 тысяч килограммов. Длина крыла 29 метров. Летные испытания запланированы на следующий год. Инженерам удалось решить одну из главных задач – сделать сверхзвуковой самолет бесшумным. Напомним, именно сильный шум и высокий расход топлива являлись основными препятствиями для развития сверхзвуковой гражданской авиации. В начале 2000-х такой воздушный транспорт вообще перестали эксплуатировать, так как это оказалось невыгодным. Сегодня конструкторы всего мира пытаются исправить прежние ошибки, чтобы вернуть сверхзвуковые самолеты в небо. Это будут небольшие летательные аппараты бизнес-класса. Билеты на такие рисы, разумеется, будут стоить дороже. Отчаяние и безысходность. Другими словами, описать ситуацию невозможно. В аэропорту Кабула продолжается паника и давка. Сотни людей пытаются попасть внутрь. Здесь многолюдно, даже ночью. Американские солдаты применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу. У многих из них нет вообще никаких документов и тем более каких-либо поручительств от иностранных государств, позволяющих им вылететь из страны. Талибан, впрочем, блокирует доступ на территорию аэропорта всех афганцев, в том числе и тех, у кого есть визы. Периметр охраняют американские военные. Но боевики контролируют дороги и блокпосты вокруг него и задерживают людей на пути к гавани. Тем, кому удается добраться до аэропорта, предстоит еще более сложная задача – войти в него и улететь из страны. Пытаясь сделать это, несколько человек выпали из самолета. Спасающиеся из афганской столицы люди зацепились за шасси американского воздушного судна. Однако вскоре после взлета, когда шасси убрали, они упали, тела некоторых погибших упали прямо на жилые дома. Робот-уборщик очищает до 3000 квадратных метров пляжа в час. Новое устройство тестируют в США. Оно подкапывает песок на глубину 10 сантиметров, а затем просеивает его, собирая мелкий мусор. Уборщик работает от электрической и солнечной батарей и управляется на расстоянии не более 300 метров. Разработчики предлагают использовать робота не только для уборки пляжей, но и заповедника в территории отелей и полей для гольфа. Техника функционирует полностью автономно, передвигается самостоятельно, а действует точечно, собирая только окурки. Сила, воля и мастерство. Урожение села Ойтуганок Сузского района, Дарын Кинжибай, стало двукратным чемпионом мира среди молодежи по грэплингу. Первенство прошло в российской Уфе. Здесь нашему 15-летнему земляку противостояли 17-летние борцы из 25 стран мира. Тем не менее, самый молодой участник чемпионата доказал свое превосходство на мировом уровне, в честной и бескомпромиссной борьбе. Казахская степь издревле славилась своими батырами. Борьба всех стилей была и по сей день, особенно в сельской местности, остается одним из самых любимых видов спорта в Казахстане. Неудивительно, что порой среди казахских борцов появлялись настоящие самородки, личности мирового уровня. Один из них – Дарын Кинжибай. Греплинг – это первое единоборство, с которым он познакомился 4 года назад. Как отмечает его личный тренер, хороших результатов в своей спортивной карьере Дарын добился не только за счет своих природных данных. Во многом ему помогла упорная и кропотливая работа над всеми аспектами этого вида единоборства. В секцию греплинга Дарын пришел в возрасте 11 лет. Он тренировался усердно три раза в неделю и сразу доказал, что у него недюжинный талант. Четыре года подряд он становится чемпионом Казахстана, а свою первую победу на мировом помосте Дарын Кинжибай одержал в прошлом году в Баку в 14-летнем возрасте. Еще тогда он был признан самым молодым участником молодежного первенства. На этот раз в Уфе также был моложе всех, но, несмотря на разницу в возрасте, проявил завидное мастерство в борьбе с титулованными соперниками. Сам Дарын отмечает, что выбрал греплинг из-за его универсальности. Поединок, который охватывает все стили – дзюдо, самбо, джиу-джитсу, вольная греко-римская и других видов борьбы – длится чуть больше трех минут. При этом спортсмену удается продемонстрировать все свои умения и навыки. К тому же не стоит забывать, что любая борьба – это возможность постоять за себя в трудную минуту и просто отличный способ стать сильней, здоровей и выносливей. Греплинг отличается от других видов борьбы тем, что здесь важную роль играют болевые и удушающие приемы. Именно они помогли мне одержать победу в Уфе в финальном поединке с российским спортсменом. В предварительных поединках я также использовал свои коронные приемы и выиграл филиппинца и представителей из Мангестао по очкам. Если сравнивать первенство в Уфе с прошлогодним мировым чемпионатом в Баку, то на этот раз я чувствовал себя гораздо увереннее, потому что уже изучил все сильные и слабые стороны своих соперников. После небольшого отдыха двукратный чемпион мира среди молодежи начнет подготовку к новым спортивным свершениям, а именно – отборочным туром перед третьим его в жизни молодежным мировым чемпионатом. Первенство состоится в будущем году в Италии. Молодой, но амбициозный и талантливый борец планирует завоевать на нем третий титул победителя. Лилия Штогрина, Абылай Куттекбайб, телеканал ЖТСУ. Такой сложилась информационная картина к этому часу и к этому дню. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова